Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Деньги есть, потому что ежегодно, спасибо замечательной организации, ЛИА, Латвийскому агентству инвестиций и развития, выделяются довольно ощутимые деньги для различных стартапов. Конкурс идей называется «Идеюкаус». И вот он очередной раз стартует. Сейчас как раз-таки идет прием заявок. Причем там не только выделяют деньги, выслушав тебя, оценив бизнес-план и так далее, но еще и проходит обучение и маркетингу, разумеется, цифровому, и какие-то еще важные полезные знания там даются. Но подробности пусть расскажет директор департамента инноваций и технологий ЛИА Никита Козакевич, который с нами на прямой связи по ЗУМу. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Ну что же, действительно, тогда как проходит прием заявок? Насколько интенсивно, может быть, по сравнению с прошлыми годами? И какие возможности это открывает для тех, кто примет участие? Спасибо. Спасибо, что акцентировали внимание на том, что это не только конкурс идеи, где можно получить финансирование, но также есть, конечно, на мое такое субъективное усмотрение, большая добавочная стоимость от всех обучений, от того, что вы находитесь в этой среде предпринимательства вместе с менторами и лекторами, и другими предпринимателями, другими авторами идей. Но подать заявку очень просто. До 6 сентября необходимо зайти на домашнюю страничку idiocaus.lv, еще раз, может быть, ознакомиться со всей информацией по поводу и необходимых вопросов, и всего процесса подачи заявок, и также обучения, и финальных презентаций. Ознакомиться с этим и нажать на кнопочку. Очень просто. Мы, как во втором десятке 21 века, все проходит в цифровой среде. Нажимаем кнопочку petext, подать заявку, и вас перенесет на наш lea-портал business.gov.v, где уже можно подать заявку не только на idiocaus, но в этом случае, конечно, на idiocaus. Зарегистрировавшись, подав заявку, ответив буквально на 5-7 вопросов, которые нас интересуют для первого тура, и все. Нажимаете там кнопку подать заявку, и вперед. Дальше. А что происходит дальше? Как оценивается? Кто оценивает? Первый тур, да, вот сразу, как просило. Есть ли какие-то, не знаю, заранее выигрышные позиции? Я не знаю, там что-то связанное с IT-сектором? Или что-то связанное с экологией, какое-то производство, какие-то уникальные товары? Да, тогда по очереди. Идеи в первый тур отбирают такое большое количество жюри, в которых находятся, и ученые, которых мы пригласили оценивать идеи, и также предприниматели, большие предприниматели, и предприниматели, ну, относительно начинающие, да, там, 3-5 лет опыта. И они отбирают, проверяют ваши заявки, и если им кажется, что в этом есть потенциал, и идея сама, и ваша команда является, ну, такой, ну, недостойной, а с потенциалом дальше развиваться и, быть может, пройти финал, то тогда вы проходите во второй тур. А по поводу факторов, которые, ну, были бы такие выигрышные, первое, это, конечно, команда, да. Если у вас есть команда, ну, таких профессионалов в своей среде, может, есть человек по бизнесу, человек по технологиям, человек по научному или маркетингу, в зависимости, конечно, от идей, то такая хорошо укомплектованная команда – это большой плюс. А по поводу направления идеи у нас специализации нет, но, конечно, в наше время важным фактором является, ну, такая социальная добавочная стоимость вашей идеи, чтобы там был не только коммерческий потенциал, но также и ценность для социума как такового. Но это не исключающий фактор, да, это очень хорошо, если это было бы, ну, даже если у вас идея другого формата, вы в любом случае можете подавать, пробовать и участвовать. И, допустим, финалист прошлого года, даже победитель прошлого года, там не было ничего связано с социальной ответственностью или экологией или медицинской технологией, ничего такого. Так что у всех есть шанс бороться, учиться и победить. – Давайте тогда рассмотрим примеры. Кто же победил, вот скажем, в прошлом году, вы упомянули. – Да, в прошлом году победил предприниматель, который буквально подал заявку, ну, такой, уже с готовым прототипом. Идея у него была, в последний день подал, просто подумав, что ай, ну, была не была. И идея сама у него была построить внедорожный такой лонгборд, вот, на котором можно было бы кататься не как на обычных этих досках лонгбордах по асфальту и прямой плоскости, а вот по горам, по полям. И он это сделал, он это сделал за время процесса Ида и Каос, это электрифицированный такой лонгборд. Становитесь, у вас есть пульт в руках, который контролирует скорость, и, пожалуйста, можете кататься по горам, по полям и по любой другой пересеченной местности. – И как-то он это запустил в массовое производство по всему миру, теперь эти лонгборды, рожденные в Латвии, катаются? – Очень было бы хорошо, если бы уже было по всему миру, конечно, не все так быстро развивается, но производит он, производит, он уже, наверное, шестую версию разработал с улучшениями, и он успешно получил первую инвестицию, конечно, она небольшая, 50 тысяч евро, но это от нашего одного из акселерационных фондов в Латвии под названием Buildit, который как раз концентрируется на такой аппаратуре, технологической аппаратуре. И вот они развиваются дальше, я бы сказал, 3-5 лет, и они будут относительно глобальной компании. – Пожелаем удачи. Вы сказали, инвестиции 50 тысяч дал фонд, и Дейукаус дает от полутора до десяти тысяч. На что, как правило, идут, на что рассчитывают эти деньги? – Да, это, так сказать, подарок, приз, да, и по сути, конкурсантам или финалистам не нужно будет отчитываться перед нами, куда ушли деньги, поэтому, ну, концентрированно я не могу ответить, я не знаю, на что тратят наши победители свои финансы. Я бы, конечно, хотел надеяться, что деньги идут на развитие идеи, улучшение, быть может, бизнес-модели, улучшение дизайна домашней страницы и так далее. Ну, вот я, быть может, наивен, но я надеюсь, это мой оптимизм. Я, да, я надеюсь, что все деньги идут на развитие. Насколько вот в этом году поток заявок более интенсивный, менее интенсивный, чем с прошлыми годами? На данный момент поток заявок очень схож с тем, как было в прошлом году. И, скорее всего, повторится тут, ну, даже не феномен, а уже такая привычная практика, что в последний день у нас подают 60-70% заявок из-за общего числа. В прошлом году было больше 200, в этом году мы ожидаем что-то плюс-минус в этих же категориях. Я вот хотел бы, быть может, воспользоваться возможностью все-таки посоветовать хотя бы, ну, за день начать заполнять заявку, чтобы вы ознакомились за день до срока, чтобы вы ознакомились с вопросами, ознакомились с той цифровой средой, в которой необходимо подать заявку. То есть, ну, не оставляйте, пожалуйста, на последний момент подачу заявок. Ну, мы, конечно, повторим это еще раз в эфире. Мол, вы слышали, не надо откладывать на последний день, сделайте, пожалуйста, хотя бы за день, за два все заранее. Ну, еще раз отметим, что подаешь идею на вот этот конкурс Идаю Каус до 6 сентября. Это достаточно просто сделать на интернет-портале Идаю Каус ЛВ, и здесь же можно ознакомиться с расписанием занятий. Уже выложен список семинаров, и, в общем-то, авторов идей готовят к следующему этапу, к отбору, там, к финалу, когда свою идею надо будет презентовать. И лекции расписаны и маркетинг диджитал, и сатур, и маркетинг, так называемый, и тимбилдинг, и финансовое планирование, и даже презентационные навыки. Так что, в общем-то, в таких крепких объятиях все покажут, всему научат, дадут только на вот пользуйся и побеждай. Возраст участников. Насколько здесь молодежь принимает участие, или, может, уже такие люди с опытом? От 18 лет. Первый фактор, конечно, вам надо было бы быть совершеннолетним. Но по опыту абсолютно потом идет разброс возрастных категорий. У нас, скорее, есть молодые предприниматели, то есть сами предприниматели без опыта с идеями, без опыта, которые хотели бы и поучиться, и, быть может, претендовать на финансовый приз. Но, в свою очередь, такой хронологический возраст абсолютно не имеет значения. Если вам больше 18 лет, пожалуйста, подавайте заявки, и мы будем рады вас видеть. Насколько вот сама эта бизнес-среда, куда они погружаются, является сам по себе приз, возможность узнать что-то новое, открыть для себя какие-то горизонты, познакомиться, в конце концов, с интересными людьми? Абсолютно. На мое усмотрение, это самая большая добавочная стоимость от всего участия в ИДКаос, потому что финансово-финансово-финансово всегда можно заработать, если вы научились, находитесь в правильной среде и развиваете необходимые компетенции. И вдобавок то, что позволяет вам не только менторы, которых мы предоставляем электронно, это уже знакомство важное в бизнес-среде, но также вы окунетесь в такое море, быть может даже океан разных других услуг, которые предоставляет агентство инвестиций развития Латвии. И у нас очень много разных других программ для развития идей, для подготовки вашего продукта к экспорту, для развития экспорта и так далее. ИДКаос — это как первый-первый шажок в направлении, чтобы узнать, расслышать наши предложения, и вы сможете поучаствовать не только в ИДКаос, но и в других программах. Как долго будет продолжаться само вот этот отбор от СЕВ? То есть я понимаю, что первый тур, второй тур, вот сколько будут продолжаться эти все семинары, обучение? Семинары будут продолжаться у нас каждая неделя, выходные. Это, конечно, все в цифровом формате, так чтобы из всей Латвии могли бы поучаствовать авторы идей. И 20 сентября мы, то есть до 6 сентября мы принимаем заявки, потом нам необходимо как минимум 2 недели, чтобы с нашими жюри оценить заявки. 20 сентября уже мы озвучим их, и все, кто прошли следующий отборочный тур, ну, второй тур, получат информацию на почту в дальнейших шагах. Тогда вот будут вебинары на выходных каждую неделю, будем интенсивно учиться, интенсивно задавать вопросы и решать, ну, быть может, какие-то проблемы, которые менторы электроидентифицируют ваши идеи. И тогда уже финишировать, ну, финишировать второй тур, необходимо будет с презентацией, да. То есть мы готовим не бизнес-план за все это время, ну, бизнес-план, огромный документ, мало его кто читает, мало кто следит за выполнением всех пунктов бизнес-плана. Мы хотим, чтобы у вас была потрясающая презентация со всеми важными слайдами, со всей важной информацией, чтобы обворожить и заинтересовать потенциальных инвесторов, ну, и также, конечно, жюри. И вот с 10 по 12 ноября будут эти презентации, и 15 ноября уже вы узнаете, мы вас сообщим, являетесь ли вы одним и одной из 20 финалистов. Ну, и финалисты, будет время чуть-чуть еще посредством обучения улучшить презентации. И 2 декабря мы планируем, что 20 финалистов презентуют свои идеи, 9 числа мы озвучим 12 победителей. А бывает ли так, что человек, может быть, не пройдя там первый или сломавшись на каком-то этапе, подает снова заявку на следующий год уже, ну, более, ну, может быть, более уже... Созрев. Да, созрев. Абсолютно, абсолютно, это прекрасно. Мне кажется, даже, ну, такая индикация такого целевого стремления и желания развить свои идеи, несмотря ни на что. Я только, и мы очень позитивно на это смотрим, так что, если вы в прошлом туре, в прошлом конкурсе, в прошлом году не прошли до финала, то, конечно, подавайте. Подавайте, и мы будем вас ждать. И, опять же, пройдем весь процесс. И, в любом случае, в ваших руках пройдете ли вы финал, получите ли финансовый приз, и будете ли дальше развиваться. И к Новому году приятный такой подарочек до 10 тысяч евро на воплощение своей идеи можно получить. Если кто-то не успеет подать заявку до 6 сентября, а продолжится ли эта программа «Ида и Каос» в 2023 году? Да, абсолютно. «Ида и Каос» уже организуем его 14 раз, и, конечно же, будет и 12 раз. Так что и в следующем году, ну, готовьтесь. Конечно, лучше успеет до 6 сентября, но если вдруг по каким-то причинам не получится, конечно, будет и в следующем году. Это прекрасно. Никита Казакевич, директор Департамента инноваций и технологий ЛИИ, Латвийского агентства инвестиций и развития, был с нами на прямой связи. Мы говорили о конкурсе «Идей и Даю Каос». Заявиться можно до 6 сентября на сайте, очень простое название, idaukaus.lv, и все в доступной форме сложено. Здесь так что дерзайте, многим везет, почему бы не вам прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, по совету Никиты, так и поступите. Пусть всем повезет. Никита, еще раз огромное спасибо. Приятного дня, интересных идей в этом самом «Идей и Даю Каос». Наверняка еще пообщаемся, потом, ну, то, что называется, «Старпосмс», какие идеи, как продвигается все. Так что остаемся на связи. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, а я проанонсирую, что буквально через час вернусь в студию и поговорим о кино. Будет программа «Большая синема», так что не переключайтесь, будет интересно. Радио «Болткома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова